Так, Fallout продолжается, ребята, всех приветствую, и ещё мы не переговорили здесь. У Грэшема было ещё какие-то, это... О боже, прекрасно сложенная и соблазнительная женщина, и... Красивый молодой мужчина, Грэшем. Что могу теперь для тебя сделать? Бартер, мы с тобой уже менялись, мы тебе Джета дали. 14 крышек у тебя остаётся, это всё такое. Хорошо, вижу, засуха ещё не подействовала, да? Вообще-то засуха даже помогла в некоторой степени. Давай не хворай. Сейчас ночь как раз, правда, вот не знаю, можно ли с ними ночью говорить. Давай попробуем тебе, во-первых, в шкафу полазить, Грэгом. 5 фонарей и книжка первой помощи. Вот как раз заодно повысим, во-первых, первую помощь. Случевая болезнь у меня, кстати, с 28, с помощью книги. Чик первой помощи. За Брамином уже они дадут задание, вот. Но я Брамина уже вылечил, может, я слишком быстро его вылечил. Ребята. О, непонятно. Тут можно у него всё осмотреть. У старикана. Такая у них деревня на самом деле. Ночь ещё не прошла, давай к подруге зайдём, наверное. Так. Подруга что скажет? О, приветствую, я знакомец. Меня зовут Мария. Можешь мне рассказать какие-нибудь слухи? Ты как раз по адресу. В этом городе так скучно, что ничего не остаётся делать, как сплетнищать. И? Она продолжает говорить, и только спустя какое-то время вам удаётся вставить слово. Что-то ты там говорил о розе? А, роза, хозяйка мотеля розы. Значит так, я тебе этого не говорил. А тебя никогда не интересовало, почему её курятник так хорошо охраняется. Но она говорит, что это якобы для защиты её кур от хищников. Но если как следует присмотреться, создаётся впечатление, будто она пытается скорее кого-то не выпускать, а не впускать. Кроме того, где бывают куры, которые откладывают пятикилограммовые яйца? Хм. Расскажи ещё последнее сплетня. Что-то говорила об раминах мутантах. Всё очень странно. Слышала некоторые владельцы раньше, говорят, будто иногда мрамены рожают, теплят, телят только с одной головой. Вот уж странно. Действительно. Расскажи мне о Девине. Он мой родственник. Я не сплетничаю о своих родственниках. Последний сплетник. Вот это Девин Шолли получается. Если ты не сплетничаешь о своих родственниках, странно это, то он не твой родственник. Последний сплетник. Так. На другую тему перейдём. Если мне больше не было так скучно, я бы сказал, нет, спрашивай. Зачем ты здесь занимаешься? Кто я? Я на подхвате. Тут, тут, там, тут совершенно не о чем говорить. Хлопает глазками. Хорошо, хватит разговоров. Приступим к делу. Ты же знаешь, ты хочешь этого? Непонятно немного. Чего я хочу? Это ты на что намекаешь? Я думаю, ты знаешь, что имеешь в виду крошка. Ты знаешь, что именно этого ты и хочешь. Вы улыбаетесь и начинаете раздеваться. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Полный 18+. Хлопает глазками. Что за чертовщина тут происходит? Мы голый. Да и сэр, я просто... Убери от неё свои чертовы лапы. Она ствол мой схватила. Деревянную дверь. Так, кожаная броня беру. Докторский чемоданчик нет. Дробовик беру. Аккуратненько. Это магнум патроны. Что это? Докторский чемоданчик. Охотничье ружьё. Надо броню, наверное, надевать. Я не могу в инвентарь залезть. Патроны магнум надо забрать. Ещё вот этот паренёк выходит. Дядя даёт рукой мне, посмотрите. Дядя, успокойся. Точно удар ногой. Дробящий удар ногой. 7 очков в действии. Давай попробуем. 81%. Удар. На девятку что-то Грэшем получает. Точно сказать нельзя, но лицо у него очень знакомое. Грэшем разозлился. Была совершена, судя по всему, попытка изнасилования. Или просто... Это была замануха. Грэшем, наверное, не хочет нам отдавать все свои крышки. Супер стимулятор. Недостаточно очков в действии. Делаю ход. Пробивает. Не надо было всё это затевать. Я случайно. Она сама мне глаз настроила. А стрелять из моего пистолета по мне. Ещё себе. Супер стимулятор надо, ребята, подобрать. Наверное. Подбираю. Лезу в инвентарь. Одеваю кожаную броню. Готовлю дробовик. У меня все вещи потрачены. Дробящий удар ногой. Так. Глаз брони немножко повысился. Что ещё могу подобрать? Супер стимулятор. Надо это всё подобрать. Делаю ход. Пока что ничего сделать не могу. Он пробивает без урона. Ты этот подбирает ствол? Мой. Ничего себе. Стреляет по отцу. Помогите. Помогите. Слушайте. Неприятное происшествие произошло. Я думаю, вы не хотите этого на самом деле. Крошка, опусти ствол. Ты можешь пораниться. На самом деле. Давай кулаком попробуем. Точный удар ногой. Попробуем. Придётся ногой бить. Точный удар ногой. По ней надо дать. Ты промахнулся. Положи пистолет. Можешь пораниться. Удар зашёл по ней. Одно очко действия. Делаю ход. Паша теперь что-то подобрал. И стимулятор мой подобрал. Посмотрите. Этот ствол перезаряжает. Молодой человек. Револьвер. Что-что? А у него нету патронов. Из чего она стреляет? Она стреляет, судя по всему, из-за моего пистолета-пулемёта. Что за семья Редников такая? Положи пистолет, говорю. Так, подруга упала. Вроде можешь сейчас отступиться. Ты тоже пистолет положи. Это мой револьвер вообще-то. И всё. И ждём. Дед меня бьёт. Надо пособирать все стимуляторы, пока они не пособирают. Начинается драка, короче. Она же подбирает что-то. Хм. Что она подбирает? Вы не можете сказать точно, но в голову приходят цифры 90-60-90. Она настолько соблазнительна, что я не могу даже понять, что она подбирает. Это ментаты. Надо всё своё подбирать. 10 мм. Наплевать. На 10 мм. Они сейчас стимуляторы мои подбирают. Короче, я разделся, все вещи скинул. Точный удар ногой. Надо её вырубать, наверное. На, получи. Так. На 14 получает она. Делаю ход. Дед меня продолжает лупасить. Их надо пробить до того момента, пока они не... Это критический урон, допустим. Она ещё что-то подбирает. Использует мой стимулятор, слышишь? Надо её выносить, наверное. Надо их добить до того момента, пока она ещё пистолет мой держит. Все мои стимпаки сейчас использует. Посмотрите, что происходит. Стреляют по мне из пистолета. Знаешь что, подруга? Всё. Выстрел. Готово. Так, кто-то ещё тут хочет поспорить, молодые люди, а? Точный удар ногой ГРШ ему под дых. По лицу получает на 9. Мне надо их стрелять. Они сейчас будут подбирать мои вещи и использовать их. Хорошо, что я броню успел подобрать. Хм. Посмотрите. Надо их валить, короче. Сейчас ночь. Может, никто не узнает. Стреляю раз. Патроны. Перезарядка. Патронов нету. Что ж ты будешь делать? Хоть ещё ружьё. Нелепая ситуация. Что там ещё лежит? Патроны 10 миллиметров. Надо её лучше залутать. Что я подобрал? Я хоть ещё ружьё подобрал. Он ещё что-то там подбирает? Он подбирает мой стимулятор. Посмотрите. Надеюсь, тебе больно. У меня нет патронов. Надеюсь, я тебе сейчас смогу работать, дед. За два точных удара ногой. Потому что стимуляторы на дороге не валяются. Первый удар он отлетел. И ты получишь тоже. Отлетает. Хорошо. Делаю ход. Мне надо подойти вперёд, чтобы он не мог подойти к моим вещам. Он подходит к моим вещам, использует стимуляторы. Я же тебя не трогаю. Ты на меня напал. Деда надо вырубать. Они используют мои стимуляторы. Посмотрите, что происходит. Так. Что здесь ещё лежит? Надо сюда встать. Он всё равно подбирает вещи. И всё равно использует стимуляторы. Ещё мне прописывает. Меня убьёт сейчас просто. Надь, я получи. Все мои 10 стимуляторов. Или сколько там было? Посмотрите. Ха, у меня ещё не убили. Это живучий дед. Посмотрите. Вы его вся. Я не могу выловить тут стимуляторов. Труп Мария. 10 мм бронебойный. Лопата моя. Все эти вещи. Охотничье ружьё. Нелепая ситуация. Инцидент небольшой. Я тебя уничтожу. Сейчас меня убьёт, наверное. Так. Этот вообще куда-то убежал. У меня есть супер стимулятор. Мне придётся его использовать. И я сейчас достану винтовку. Винтовка это та? Это та. Это та винтовка. Ну, дед, тебя не сдобровать, судя по всему. Выстрел в упор. Из охотничьей. Он опять берёт стимулятор. Я сейчас два выстрела произведу. Не так уж сложно, говорит дед, да? У тебя дробовик вроде был. Придётся его у тебя забрать. Кто теперь позаботится о моей семье? Ты сам виноват. На меня влетел. Может быть, я виноват. Потому что, может, это было... Он убегает. Всё, бой окончен. Может, это была попытка изнасилования? Так это расценивается. Всё забрать. Дед, убегай отсюда, давай. Я говорю, убегай отсюда. Наверное, не надо было по ней стрелять. Я погорячился. О, это просто лёгкое недоразумение было. Так, она мой пистолет-пулемёт взяла. Смотрите, смелая такая. Стимулятор. Это винт. Это джет. Всё пытаюсь забрать. Там 20 джетов было, ребята. Как неудобно. Этот в свою комнату вернулся. Вроде всё наладилось, да? Но подругу жалко. Инцидент в модике произошёл небольшой. Я подбираю винт? Кажись, да, его очень много. Все мои стимуляторы. Джонни, отойди-ка в сторонку. Вот так. Дверь закрылась. Подбери все вещи свои. Вот так вот надо их подбирать. Валяное мясо. Да, ребята. Джет, джет, джет. Где мои стимуляторы? Это докторский чемоданчик. Это что? Охотничье ружьё подбираю. Пневматическое ружьё Джонни. Так, патроны дробовика. Ещё джет. Это фонарик мой. Все мои предметы валяются на полу. Лёгкий инцидент. Производ фляговика. Какая-то штука ещё. Стимуляторы я подбираю. Ребята, пару штук осталось всё-таки. Что-то я ещё подбираю. Это Радыкс. Патроны 10 мм. Ой, я буду долго их подбирать. Это и вяленое мясо ещё какое-то. Топливный бак. Интересно, весь город на меня за это сагрится? Посмотрим. Если бы её не убил, то, наверное, можно было тут ещё со всеми говорить. Ну, теперь меня дед может обвинить в преступлении. Свидетелей нельзя оставлять, я думаю. Пока ночь. Надо Джонни быстрее это всё подбирать. Что-то ещё. Кошачья лапка, журнал. Давай быстрее. Свидетелей нельзя оставлять. Всё подобрал. Ещё книга какая-то. Деньги мои тут даже вывалились. Посмотрите. Фонарик. Ты можешь это всё внести? Всё, вроде всё подобрал. Труп Марии. Проверить инвентарь. Так, пистолеты, пистолеты, панеметы. Где мой револьвер? Револьвер пацан забрал. Его придётся убить. К сожалению. Надо брать дробовик. Можно из пневмата пострелять. Он вроде бы пневмат... Один по три. Очень слабый урон. Но пневмат вроде бы воздушка. Он тихенький. А у меня был кастет. Кастет ещё был. Отступить. Лопата ещё, ребята. Так, всё забрать. Дверь не надо Джонни открывать. Надо забрать лопату. Я пытаюсь выискивать ещё предметы. Вроде больше ничего нету. Кто забрал кастет? Может, дед забрал кастет? И по мне лупил. Не знаю. Тем не менее, я сохраняюсь. И посмотрим. Ещё раз всё надо осмотреть здесь. Может, ещё какие-то вещи. Кастет кто-то забрал. Так, патроны для дробовика пропали. Или есть патроны для дробовика? Все патроны проверят. Радыкс, антирадин, сапоги, патроны для дробовика. Есть два стимулятора остаётся. Посмотрите. Из воздушки хоть бери и стреляй. Теперь. Патроны для пистолета-пулемёта. Не могу зарядить, потому что слабые заряды. Где патроны для пистолета-пулемёта? Слабые. Вот они. Их достаточно. Перезаряжаю. Револьвер надо вернуть. Молодой человек, мы немного тут не договорили. Мы кое-что мы её забрали. Так. Вроде всё тихо. Надо стелс ещё включить, чтобы никто этого не заметил. Револьвер забираю. Хорошо. Револьвер заряжен. 0,6 зарядов. У меня оставалось там 4 пули, да? Нелепый очень инцидент произошёл в Модоке, ребята. Джонни просто сильно переволновался. Ну, последний. Джонни можно понять. На него в последнее время очень много свалилось всего. И он... Да. Наверное, надо было всё-таки в... Господи, в дыре воспользоваться услугами девочками. А всё из-за того, что в Кламоте подруга там застряла в дверях, и я не смог Дженни цветочек найти. Вот если бы всё произошло с Дженни, то всё было бы хорошо. Труп Девина. Давайте посмотрим, как это на репутации на нашей сказалось. Щит надежды. Убийца детей. Дыра принимают. Почему-то. Хотя в дыре же благословили. А, потому что последнего торговца завалил. Город убежище равнодушный. Модок проклинают. Одни переходят улицу, чтобы не встретиться с вами. Другие сплёвывают, отворачиваются, когда вы приближаетесь. Все знают, вы самая мерзкая гадина, которая когда-либо заползла сюда. Хе-хе-хе-хе-хе. Произошёл небольшой инцидент в Модоке. Слушайте, нельзя оставлять свидетелей, наверное, где батя этот ушёл. В свою комнату спрятался, да? Он погиб? Интересно, каким образом? От кровотечения. Я его не добивал. Он сам погиб, наверное, остатки Грэшема. Так, теперь возникает несколько вопросов. Во-первых, как ко мне будут относиться остальные жители города? Ну, кроме Бромина Бес, потому что я её вылечил. Му-му. Му. Без повреждений. Может, её можно подтолкнуть? Не, она не ходит. Прекрасный Бромин, никогда бы не отказался стать его владельцем. Вот тут тётя стоит. Давайте я зачехлю ствол, наверное. Надо вот так вот сделаем мы. Не, нормально всё. Людям не стоит связываться со сверхъестественным. И она на меня нападает тут же, да? Ну, ребята, придётся инцидент в Модеке продолжить, судя по всему. Перезарядка готова. Бой закончен. Тётя, что в тебе было? 13 крышек. Слушай. Хм. Придётся торговца тут... Да, в Модеке немножко не сложилось у нас. General Store. Слушай, ты же задание давал тут. Ты давал гэк. Задание. Нападает. Ствол достаёт, смотрите. Стреляет по мне. Причём серьёзно стреляет. Это винтовка у него. Придётся выпилить немного население Модека. Но ничего страшного. У вас и так тут засуха была. Вы не жильцы, ребята. Выстрел из автомата. И отступаю за угол. Небольшая заваруха в Модеке. Инцидент, действительно. Ваша ошибка. Вы же видели плакат, вам тут повесили добрые люди? Ммм, допустили. Ну, не знаю. Этот готов, торговец. Хорошо, всё наше. Кто-то бежит сюда. Стреляет по мне из пистолета. Надо занимать угол. Занимаю угол. Начинается ночная заваруха в Модеке, ребята. Джонни. Всё пошло не по плану немного. Так, этот готов. Этот торговец? Кто это был? Этот торговец был обычный. Перезарядка, заканчиваем бой. Залутать. Патроны нужные нам. И десерт игол у него был. Разрядить быстро. И решительно. Второй торговец. Трабовик имел при себе. И патронов куча. 20 крышек. Что на полках у него было? На полках то, что мы ему продавали, наверное. Посмотрите, да, действительно. Куча всего. Я всё не смогу взять. Я заберу верёвку, точно, наверное. Я заберу кастеты. Они лёгкие. Заберу антирадин. Э, анти... Заберу Magic the Gathering. Не покидает нас Magic the Gathering. Две... Два динамита возьму. Фонарь. Надо сейчас бы использовать на самом деле. Наплевать на фонарь. Три ножа. Вот это и вот это. Могу забрать. А верёвку уже не могу забрать. Бафаута нету. ХП мало, ребята. Сейчас надо хилиться. Ящик, полки. Тут ещё что-то. Тут два стимулятора бронебойной пули и граната. Неплохо. Сохранить игру. Первую помощь надо оказать. Попытаться. Так. Не получается исцеление. Джонни, сейчас вот это не время. Сейчас начнёт светать. Они все повыходят на улицы. Надо быстрее. Первую помощь оказываю. Надо винтовку приготовить обязательно. Первая помощь не выходит. У Джонни. Джонни слишком переволновался. Джонни сильно перевозбуждён. Выпить бы что-то, Джонни. Винтовка. Два патрона остаётся. Винтовки. Где вторая винтовка? У меня была при себе. Где вторая винтовка? Ты её захапал что ли, да? Такое ощущение, что да, ребята. Не, вон она. Но она не заряжена. Дрободанский тогда придётся брать. Есть патроны для револьвера. Их надо строго экономить. Дрободанский заряжен. У меня есть ещё два дробовика. Хорошо. Револьвер можно перезарядить обычными. Именно вот этими. Обойма патронов полуоболочечные. Изменение класса брони 0. А изменение сопротивления урона 20. Это негативная цифра. Должна быть с минусом. Позитивная. То есть эти патроны тоже не особо крутые. Но мы пока что будем стрелять из дробовика. Остаётся 4 полуоболочечные. Вот здесь изменение сопротивления урона минус 20. То есть пробивают минус. Даже если есть сопротивление урону. Вот у меня, например, сопротивление урона 25%. Вот. Оно минус эти минус 20. Только 5 остаётся. Вот так вот оно действует. Кстати, в третьем фоллауте очень упростили эту систему. А в Нью-Вегасе вернули опять. Вот эту сложную систему попаданий. Что тут остаётся ещё? Слушайте, может не все сагрятся? Давайте посмотрим. Мы же воздушку Джонни ещё этому несём. Тёзка Джонни у нас. Не, собака даже агрится. Господи, прости. Но придётся урабатывать всех, наверное. Потому что нельзя оставлять свидетелей. Захожу сюда. Будешь атаковать? Не знаю, сейчас проверим. Так. Надеюсь, ты не умрёшь слишком быстро. Ну, не знаю, посмотрим. Выстрел. Придётся достать дробовик. Интересно, что я скажу Джонни, когда я его найду. Тебе не следовало на меня нападать на самом деле. Но Джонни, наверное, там погиб, раз там его воздушка была. Ого, он меня пробил сильно. Сбивает нас с ног на 5. Надо стрелять по нему из дробовика. Надо использовать стимулятор. У меня мало стимуляторов. Не могу себе позволить погибнуть. Сейчас такой момент. Жена на подходе. Смотрите, как он сражается. Убьёт сейчас просто. 6 хп. Лезу в инвентарь. Использую стимулятор. Так. Четыре штуки остаётся. Хорошо. 24 хп. Не, давай побольше захилимся. Инцидент в модаке продолжается, ребята, судя по всему. Перезаряжаю дрободанский. Даю ему в живот. Просто. Он готов. Леди, я советую вам отступить. Леди не хочет отступать. Я по леди совершу выстрел. И подожду ход. Может она отступит. Она не хочет отступать. Пробивает. Посмотрите. Пробивает броню. Критически. На 1. Ну, сильно урона не... Ну, и леди, вы сами виноваты. У меня патроны заканчиваются. Леди нынче везёт. Леди недолго везло. Леди готова. Бой заканчивается. Так. Надо, наверное, ретироваться из модака. Но тут мы уже ничего не сделаем, судя по всему. Что у тебя тут было? Надо всё замародёрствовать. Свидетелей не оставляют. Джонни. У тебя фонари и бафаут. То, что нужно. Смогу вынести теперь побольше. По бафауту. Но, Джонни, ты должен извлечь урок был. После последнего прохождения. Если мы сейчас... После серии с Виком. Если мы сейчас используем бафаут. Сила поднимется. Мы до следующего города можем не дойти. Потому что в пустыне сила опустится у тебя. Тут у них ящик какой-то. Надо брать самое ценное, поэтому. А именно, это патроны шарики для воздушки. Это комната Джонни, судя по всему. Заберём на память. Не могу забрать. Видите? Даже эти шарики не могу забрать. Воздушку можно, наверное, выкинуть. Так. Тут что? Тут ничего у них нету. Ребята. Переходы с карты. Есть один ещё. Хорошо. Открыть дверь. У Модоке немножко не срослось. Лёгкий инцидент произошёл. 101 крышка. Хорошо. Забираю. Граблю дома. Джонни настоящий уголовник теперь у нас. Небольшой. Ну а шо я поделаю? Эх, подруга. Мария, Мария. Как же так? Как же так? Не захотела. Тут ещё кто-то ходит. Это скотобойня. Кто это? Это горожанин. Давайте этого оставим в живых. Хотя, посмотрим. Может, этот будет нормально общаться? Может, ствол надо убрать, чтобы они нормально общались? Давай ствол уберём. Мистер горожанин, сэр. Не, он тут достаёт дубину и убегает. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо. Заканчиваю бой. Посмотрите. Все уже вооружены. Все против нас. Тут на бойне... Достает дубину и убегает. Нет. А ты беги тогда. Давай. Тут на бойне коробка была. Ничего в ней не было. Хорошо. Куда дальше идти? Тут мы смотрели. Тут книжка, да? Или шо? Или я путаю уже? На верхнюю часть надо идти, наверное. Он убегает. Заканчиваю бой. Давайте посмотрим, что на верхней части города. Город же вроде маленький был. А задания все отменились теперь, да? В городе. Модок. Джонни пропал. Найти привезти домой к Балтазу. Что-то странное происходит на ферме к Северо-Востоку от Модока. Привезти расследование. Должить о результатах Джо. Закрыть. Джо уже нельзя будет доложить о результатах, потому что Джо готов. В своем магазине сидит. Тут ничего больше нету. Тут у них еще ящик и все. В ящике тоже ничего нету. У Бати должно было быть там куча этой вяленого мяса. Но тоже нету ничего. У Редника этого старого. Ну, видишь, у нас не срослось. Я еще, когда мы на тысячу крышек спорили, что я смогу защитить броминов, уже тогда что-то было подозрительно. Что у нас отношения не наладятся. Ох. Немного жалко их. Никого не жалко. Это просто апокалиптический суровый мир. Хорошо, что еще не было заварухи в этом здании. Джонни. Идем на верхнюю часть города, посмотрим. Тут торговцы у них еще. Жаль, пустые все. Профита нету никакого. Профита нету. Провалим, по сути, два задания, получается, здесь. Может, их было и больше. Джонни, переходим. Сразу нападение. Дед достает дубину и валит. А это кто? Грожанин. Заканчиваю бой. Бой не заканчивается. Кто-то, по мне, произвел выстрел очень сильный. На 18. Критическое ранение. Это вот этот, из винтовки, очевидно. Может, у него снайперская винтовка. Ребята, дела плохи. Лезу в инвентарь. Во-первых, я должен достать свою винтовку, в которой осталось два заряда. Посмотреть, действительно ли это было обычное охотничье ружье, или это была снайперка. Может, профит какой-то и будет. Во-вторых, у меня остается ровно два стимулятора. Я использую оба. Но, правда, это Крит прилетел. Я стрелять сейчас не могу. Я не могу оценить расстояние. Здесь двое парней. Это торговцы. Единственное, что я могу сделать в данной ситуации, это сократить наше расстояние. Уменьшить наше расстояние. Он пробивает на 15. Очень сильно. Это, наверное, у него охотничье ружье. Оценить вероятности? Да, 53%. Это хороший стрелок. Я стреляю по нему. И на 4 клетки отхожу. Теперь он не сможет попасть. Он мой. Он попадает. Не, он стреляет и промахивается. Еще этот мужик пристал. Посмотрите, что происходит. Так, паренек. Тут надо, чтобы ты отошел. Патрон не заряжен. Перезаряжаю. Стреляю. Этот готов вроде бы сразу. Просто упал. А у этого дальности сейчас будет не хватать. Поэтому я забориста... Попадает, посмотрите, на 10 здоровья ХП нету. Будет преследование проводить? А это второй лысый мужик стреляет. Только не убивай меня, пожалуйста. Джонни, надо куда-то перегруппироваться. Причем перегруппироваться надо быстро и решительно. Я перегруппирую за эти ящики. И иду дальше даже. Выстрел будет? Выстрел есть. Стреляют по мне. Вы получили ранение, потеряли 10 здоровья. Надо бежать. Какие-то серьезные стрелки. Убегаю. Выстрелы закончились, судя по всему. Тут кто-то появляется. Кто это такой? Старик. Такой морщинистый, что по сравнению с ним... Грецкий орех кажется гладким. Я надеюсь, что не доставлю сейчас дробовику. У меня нету, потому что... Стимуляторов больше. Пытаюсь убежать. Надо посмотреть, идет ли... Преследование идет полным ходом. Полным ходом. Джонни. Где ближайший выход с карты? Они как раз его осторожили. Здесь будет один? Еще. Смотрю. Тут нету больше выхода с карты. Тут что-то. Куча камней. Кажется, эта куча камней что-то скрывает. Понятно. Тут что-то скрывают. А, это что... Говорила эта подруга Мария, что... Что-то там скрывают, да? Выхода с карты нету другого, ребята. Но сейчас плохо все. Джонни, я не знаю, как мы выкрутимся из этой передряги. Я спрячусь за домом. Это единственное, что я могу сделать. Они подойдут, но они же фуловые. Они вроде бы успокоились. Джонни, можно завершить бой? Не, можно спрятаться за дом. Войти в режим скрытности. И попытаться завершить бой. Или прожать ход. Они идут на нас просто. Не заставляй меня делать это. Дед, слушай. Уйди с дороги. Я имею возможность залезть в инвентарь. У меня есть граната. У меня есть пистолет-пулемет. Наверное, его следует приготовить. Есть бафаут. Можно заложить взрывчатку. Есть дигл. Не сильно поможет. Есть ножи. Дробовики. И у меня нету стимуляторов. Есть традык столько. Судя по всему, ребята, сейчас единственное, что нас спасет, это джет. Вот. А джет здоровье не восстанавливает. Ментаты еще есть. Таблетки из химического вещества, расширяющие сознание. Улучшает функции головного мозга, связанные с памятью. Убыстряет некоторые умственные процессы. Вызывает сильное привыкание. Повысит восприятие и интеллект. Может помочь. Джет чем может помочь? Тем, что я смогу быстрее бегать и смогу убежать, по крайней мере. Да, кот мявкает еще. Не вовремя я сейчас мявкаешь, на самом деле. 16 хп. Делаю ход. Идут за мной? Идут. Надо кота запустить. Надо паузу сделать сейчас, ребята. Секунду. Отжал паузу. Инцидент в модаке продолжается. И ко мне подходит какой-то старый хрен. Но придется по нему прострелить. Я выдам свою позицию. Перезаряжаю ствол, конечно. Очередь. Единственное, что меня может спасти, если они поодиночке сюда подойдут, и я критану из очереди. Вот этот уже подходит. Что еще можно сделать в такой ситуации? Во втором слоте у меня есть винтовка. Я могу его обстрелять немного. 83%. Совершаю выстрел. Он тяжело ранен. И прячусь за угол. Проверяю, может ли он по мне попасть. Не может. Поэтому делаю ход. Он продолжает настигать. Сейчас могу по нему стрелять? Не могу. Выхожу еще раз. Это последний мой патрон. У меня нет патронов. Хорошо. В таком случае достаю пистолет-полемет и даю по нему просто очередь. Попадаю, но слабо. Этого не хватает. Захожу за угол. Захожу за угол еще чуть-чуть и делаю ход. Он все равно настигает? Сейчас критичный момент. Он готов. Джонни выживает. 16 хп просто. Можно бой закончить? Можно. Кажется, мы выживем. Тут двери еще открываются. И у него винтовка есть. Патроны достать. 5 патронов. Столько не поднимите. Я должен поднять вот эти 5 патронов. Это спасение просто. Перезаряжаю ствол. Сохраняюсь. Можно попытаться. 0.223. Кстати, знаете, что я хотел посмотреть? Изменение класса брони в минус 20. Изменение сопротивления урона в минус 20. Видите? Вот это. Вот эти патроны. 0.223. Перезаряжаю ствол. Там еще один жесткий был. Вот он здесь. Надо подождать до утра и с утра его взять. Может он успокоится? Давайте подождем до утра. Прошло не так уж и много времени. Посветлело знатно. Он продолжает патрулировать. Торговец. Торговец жизнью. Все вышли из домов своих. Джонни скрывается за гаражом каким-то. В деде чтоб было. В деде был дробовик. Я так и знал. Каждый дед имеет при себе дробовик. Крышку и патрон давай сюда все. Мой запас свой. У меня есть граната. Карты Magic the Gathering можно выкинуть. На самом деле дробаш можно забрать. Нельзя. Ножи лучше выбросить и забрать вместо них дробовик. Потому что ценится. Вот так вот. И теперь ножи по одному можно попытаться взять. Один, два. Magic the Gathering. А Magic the Gathering не берется. Все хорошо. Трэджик the Gathering. Что надо делать. Есть несколько вариантов. Можно выловить Лысого и ему точно так же напинать. Только нужно выйти на расстояние удобное нам. Тут еще кто-то появляется. У Лысого могут быть патроны. А патроны мне критичны. Чтобы я мог из этого города в принципе выйти. Подхожу. На легкое расстояние он стоит спиной. Надеюсь вот этот молодой человек, горожанин, меня не спалит. Джонни. Спалил меня кто-то. Непонятно кто. Вот этот, кажись, да, горожанин. Оценить вероятность? Вероятность 37%. Рисковый выстрел в спину. Хе-хе. Он ранен. И я отступаю. Сейчас, наверное, выстрел прилетит. Не, выстрел не прилетает. Он просто начинает вести преследование. 41%. Выстрел. Есть попадение на 9. И Джонни продолжает отступать. Сейчас может быть выстрел от него. Джонни молится. Нет выстрела. Он просто ведет преследование. Может у него боезапас закончился. Сейчас нет смысла стрелять, Джонни. И смысл идти на две клетки, потому что ты его не видел в прошлый раз. 53%. Выстрел. На 15. Он при смерти. Джонни молись, чтобы он не выстрелил. Он не стреляет. Может у него боезапас действительно закончился. Так. Легкая перестрелка на охотничьих ружьях. Вот, Джонни, смотри, он тебя заманивает на самом деле. Ты немного не в ту сторону прошел. Давай ты просто отступишь. Это будет безопаснее. Он просто стоит. Он тебя потерял или что? Не могу этого понять, Джонни. Давай сюда. За матрас. Так. Не могу стрелять. Жду ход. Он ничего не делает. Может он потерял нас из виду? Может я по глазам попал? Три шага вперед, навести винтовку. 69%. Этот готов. Кто еще будет тут в модоке препятствовать? Надеюсь, что никто. У меня заканчиваются все патроны к винтовке. 70 опыта. Сильно карма падает. 70. Защитник уже. Нормально, Джонни. Наплевать. На самом деле. Дробовик приготовить. Дробовик заряжен. Дробовик не заряжен. Перезарядить. Во второй слот. Пистолет-пулемет. Кто еще хочет напасть? Кто-то хочет напасть на самом деле. Немножко не могу понять кто. Но эти такие граждане. Они ничего не сделают. Этот убегает. Этих трогать уже не будем. Вот этот интересует. У него кастет был и джет. Это был наркоман какой-то. Столько не поднимите. Мне нужен этот кастет. Потому что мой где-то делся. Поэтому ты забираешь 3 ножа. А я кастет себе заберу. И джет возьму. И коктейль молотова тоже возьму. Остается что нам? Нам остается немного. Нам остается обыскать. Слушай, ну ты мешаешься просто этим боем. Придется тебе уговорить. Извини конечно. Ну что поделаешь. Это суровый постапокалипсис. И Джонни-младшему приходится защищать целый город. Чтоб мы хоть какой-то профит от города поимели. Мне придется тут все обыскать. Пацан какой-то еще вешкается. Джонни. Проверить что за пацан. Пацан выбросается по мне. Еще и попадает. Еще здоровье. Ну придется пацана брать наверное. Так. Два выстрела. Пацан кажется готов. Тяжело ранен. Посмотри. Умирают пацан. Ход следующий. Бромины нападают. Вы что серьезно? Не надо. Пацан чем бросался? Джонни. Джонни что-то разошелся не на шутку. Пацан вот его труп. Он камнями бросался. Пять пива имел при себе. Посмотрите. Пацан нажрался пива. И бросался. Тут вот это интересует. Что там скрывают. Что здесь еще есть в принципе. Здесь есть. Вывеска Мотеля Розы. И здесь есть еще вот этот дом. И все. И больше нету ничего в этом Мотаке. И тут еще мелкий туалет какой-то. Хорошо ребята. Ну. Сохраняюсь. И мы прочистим здесь все. Просто проверим. Вот здесь проверить можно на самом деле. Джонни. Раз начал совершать преступление. Надо доводить дело до конца. Потому что мне нужны патроны и все припасы. Которые я тут могу унести. Торговцы тут готовы. Моток. Судя по всему будет не очень приятная концовка. Которую запишут историки. Как инцидент в Мотаке. Давайте пройдем в бар. Мне надо бы захилиться чем-то. Можно попробовать еще первую помощь. Можно докторский саквояж на себе попробовать использовать. Может я подхилюсь. Джонни. А ну давай попробуй. Он повышает навык доктора. Не получается исцеление. А может быть во втором фоллауте. Препараты в докторском закончились. Может быть во втором фоллауте доктор строго на излечение конечностей работает. Восстановил. 35. Восстановил 3 очка здоровья. И за это уровень получил. Так. Это восьмой уровень. У меня появляется. Можно эту первую помощь поднять. На самом деле сейчас и захилиться. Во. Скрытность. Взлом. Красноречие уже тут не поможет в этом модоке. Легкое оружие можно вбить. По 2 очка уже за 1 балл. Берется. 111 пусть будет взлом. Не знаю нужен ли или нет. Бартер в этом городе ну нужен на самом деле. Все наше. Открываю дверь. И аккуратно захожу. Так. Сразу же происходит нападение. Это какой-то крутой дядька. Судя по всему. Он меня не видит. Впереди. Я тоже ничего не вижу. Я зайду на клеточку. Оценю что в баре происходит. В баре торговец. И торговец. Вот эти крутые. Выстрел из дробовика. И выход из бара совершить. Вот так вот. Видит меня кто-то? Никто не видит. Пусть он выходит. Там ствол кто-то расчехлил. Слушайте. Два ствола. Еще нож кто-то достал. Какой-то дед достал дубину. И все. На этом. У меня граната была. И коктейль молотого. Приготовить коктейль. Шаг сюда. Сколько стоит очков действия? Четыре. Вероятность 28%. Стреляют из винтовки по мне. Ну и кто теперь боится? Это была ошибка судя по всему. Тетка с ножом выходит. И дед с палец. Ну сейчас мне конец. Наверное надо убегать. Там кто-то с огнестрелом. С винтовкой. Если я побегу сюда. Тут еще кто-то с винтовкой судя по всему. Если я побегу сюда, они могут выйти на перехват. Тут тупик. Кажись. Вот здесь неплохая позиция. Надо бежать огородами. Джонни уходит. Но Джонни еще вернется. Что происходит? Этот пытается догнать. Не хочу больше никого убивать. Пожалуйста. Не заставляй меня. Я могу попытаться прожать бой. Но вы не хотите выходить. Тут еще собака. Бой не может закончиться. Если рядом есть враждебный. На меня надо убегать. Я их потому что не возьму. С 16 ухп. Парень с винтовкой вроде бы подорвался. Смогу ли я совершить выстрел и отступить? Потому что лысого надо брать. Вот эти двое горожан не так уж и страшны. Не знаю. Но там движение пошло. Может отсюда как-то можно выйти. На самом деле Джонни ты загонишь себя сейчас в ловушку. Одиночный выстрел из дробовика по лысому мужику. Охраннику. Еще и промах. Нет. Есть попадание на 8. Почему они торговцы все называются? Может какая-то проблема перевода? Выбегает еще один в зеленой куртке. И становится опасно. Потому что он вооружен пистолетом. У меня нет времени на перезарядку. Тут еще житель подходит. Пытается сдержать нас. Посмотрите. Всем городом встали на защиту города. И чести Марии. Которая была в самом нижнем доме. Тетка с пистолетом выходит. Еще какой-то мужик идет. Ребята. Серьезная заваруха в модоке. Я главное выйти не могу. Мне бы перегруппироваться. Куда перегруппируюсь от Джонни? На ферму ужасов наверное. Там надо схорониться после такого преступления. Надо зайти за угол. Джонни может действительно убежать. Как ты думаешь. Потому что сейчас не вариант. Это долго будет. Долгая беготня. Граната еще была. Можно ее использовать. Только надо сейчас будет хорошо отойти от них. Я отсюда выбегу. Выбегу. Бегу на фул. Чтобы убежать от них. Надо наверное Джет использовать. Все-таки увеличивать. Количество. Вот они позастревали. Там все неплохо. Хорошо. Я не хочу больше никого убивать. Пожалуйста. Не заставляй меня. Ты сам выбираешь свой путь. Мой ход. Где там эта граната была. Давай ее сюда. Револьвер. В винтовке у меня есть патроны. Один. Пистолет-пулемет еще есть заряженный. Надо вот так вот сделать. Оценить вероятности. Вероятность броска гранаты 38%. Так. Я промахиваюсь. Естественно. Отхожу еще на два. Погоня вроде бы продолжается. Очень жаль, что до этого дошло. Действительно. Не очень хорошо получилось. 16 хп. Дед с дубиной. Опасно немного. Точный удар ногой у меня. Немного опасно. Могут убить сейчас. Этого взял, например. И надо отступать сейчас. Я удар получу, кажись. Парень с пистолетом выходит. Опасно. Подруга. И этот ударил. Посмел удар совершить. Не нравятся мне такие, как ты. Ну, что поделаешь. Такое случается. Это фоллаут. Просто апокалипсис полный. Наверное, подругу надо убирать. Потому что у нее нож. Я смогу еще выстрел совершить. Одиночный. 16 хп могу. У деда эта ошибка сейчас была. Потому что у деда палится. И второй с пистолетом подошел. Этот может промахнуться. Этот попадает. А вот дед дубиной пробивает. Я тебя уничтожу, говорит. Теперь точно пора ориентироваться за следующий угол. Джонни. Серьезно все у нас в Модоке. Дед с палкой подходит. Не, это обычный. И второй. Сейчас они встали неплохо под очередь. Можно дать на самом деле очередь по ним. Первый готов. Второй. Как себя чувствует-то? Горожонин. Ранен. Может мне палец и убить. У меня 15 хп остается. Парень с пистолетом приближается. Очень близко. Очень опасно, Джонни. Главное это спасти свою жизнь. На остальные жизни наплевать. Джонни уходит в деревья. Как тебе это нравится и меня убивает. Так, ладно, хорошо. Какой у нас сейф был, ребята? Сейф был... Эээ... При входе в коровник. Не, сейф был как раз при входе сюда. Ну хорошо, одиночный. Тут надо с другого оружия стрелять. Вот так вот. Заряжен пистолет, пулемет заряжен. Хорошо. Могу дать только очередь. Сейчас меня убить тут могут сразу. Давай сразу покажем, что мы шутки не шутим. Я кого-то завалил там. Судя по всему. По мне стреляют из пистолета. Это промах. Кто-то убегает сразу. Дед достает свой потык. И вот это сейчас и ключевый момент. Поскольку лысый может дать по мне. Лысый ничего не делает. Дед с потыком. Жизнь готов. По второму слоте у меня что, одиночный. Выстрел из дробовика еще могу дать. По торговцу не попаду. Можно перезарядить ствол на самом деле. Вот так вот. Сделать еще ход. Лысый что-то не ходит. Из пистолета стреляет. Лысый начинает ходить. Пробивает на 4. И пробивает очень сильно на 8. Хорошо. На сей раз получше прошло, кажись. Очередь по лысому. Этого не хватило. Лысый жив. Сейчас может убить меня. 8 хп. Одиночный выстрел из дробовика. Лысый готов. Сейчас из пистолета ключевой выстрел. Да. И дед с дубиной подходит. Могу этого залутать. 67 крышек кастет. Забираю. Очков действия не так уж и много. Отступаю. Надо отступать перегруппироваться. Причем отступать надо на другую локацию. Мы этого лутали. Вроде бы. Вроде бы да. Пожалуйста не заставляй меня делать это. Ты уже это делаешь. Вот этот с пистолетом опасен. Он может меня просто убить. У меня 8 хп. Я должен убегать. Еще тетка с пистолетом выходит. Роуз Бэтс Брэкфэст. Говорят. Написано. Ну на завтрак тут куча трупов. В Модоке. Тетка идет за нами. Этот тоже преследует. Стреляет. Слушайте. У него куча очков действия. Джонни ты сможешь скрыться? Джонни скроется и вернется сюда ночью. Когда вы будете спать. Стой. Кричит. Охранник. Интересно они перейдут за мной. Вроде не должны. Джонни скрывается. Легкая передышка наступает. Джонни. Ну нам надо лечиться на самом деле. Без своих противников вы получаете очки опыта. 165. Короче я тут. Подведем итоги серии. Произошла. Легкий инцидент в Модоке произошел. И на нижней части города выжила только корова Бэс. Которую мы полечили. Виной тому церковь которая здесь стоит. Или папаша Грэшен. Который немного тут нервный был. И заставил понервничать Джонни за свое задание. И поэтому Джонни так кинулся на его подругу. Может быть виной самой сам Джонни. Джонни младший. Джонни не знает. Он перезаряжается. Но у него в последнее время действительно много что свалилось. Джонни мы тут будем отдыхать хилиться. И в следующей серии не знаю что будем делать. Но надо их дочистить наверное до конца. И покидать Модок. Судя по всему. Есть еще вариант кстати сходить на что-то странное происходит на ферме к северо-востоку от Модок. Это провести расследование и доложить о результате Джо. Но можем просто провести расследование. Это будет сделано в честь памяти Джо. И остальных жителей Модока. От которых уже ничего не осталось. Кроме всего прочего на севере осталась интересная дверь. Которую скрывают. Но у нас 8 хп и нет стимуляторов. Так что следующая серия обещает быть очень интересной. Хотелось бы еще раз грузиться. Потому что слишком много несем всего. Да. Хорошо. В следующей серии мы увидимся. 90 патронов. Для дробовика. Ребята. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова